Беларусь с инфекцией борется точечно. Врачи добились успехов в лечении нового вируса. Нашу практику используют даже в некоторых других странах. Президент отметил, что наладить работу удалось благодаря развитой отечественной медицине. Нам удалось сохранить эффективную систему здравоохранения. Это не бравада. Мы оказались в этой ситуации, пойдя не фронтом, а локально спасая людей от этого вируса. Хотя сегодня увидели, что не такой он страшный, как поначалу нам казалось. Ну, неведомо это все было. Научились лечить без лекарств специальных, без вакцины. Молодцы. Это, знаете, благодарность тому, что мы всегда смотрели за здравоохранением. Мы не отдали его в частные руки. Посмотрите, что творится на Западе. Деньги есть, будешь жить. Нет денег, умирать будешь, может быть, если будет место, в больницу возьмем. Нет, умрешь. Вы все это видели. Не хочу говорить о других. Вот вам частное здравоохранение. Мы этим путем не пошли. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна. Нам это дорого обходилось. Но зато это сторится и вернется. Конечно, есть очень много вопросов, много недостатков. Мы фиксируем эти все вопросы, недостатки. Вот они все ответственны по областям. И после окончания этой эпопеи, истерии, и вирусной этой болезни, мы примем соответствующее решение, которое значительно усилит наше здравоохранение. Мы видим, что еще надо сделать. Но пока, слава богу, мы держимся. Сейчас же не главное, что Сергей Собянин, молодец, впервые я услышал по российскому телевидению трезвое заявление. За что вы нас упрекаете, москвичей, что у нас много выявляется этого вируса? Так правильно, за это надо хвалить москвичей, россиян и другие страны, которые много проводят тестов. Чем больше тестов, чем больше выявляется это. Не это сегодня главное. Главное, на что я ориентирую всю страну и врачей, первое, смертность. Мы должны спасти всех. Всех, насколько это важно. Слушайте, через месяц все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей. Поэтому главное, на что делаем упор, на спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых вирусом и прочее в Беларуси. Второй важный показатель – это тяжело больные, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вот от этого зависит, будет жив человек или нет. Я уже недавно проводил пример. У нас 2500 этих аппаратов, из них заняты только 10%. А в Западной Европе, опыт вы помните, в Америке и других странах, люди умирали, потому что не хватало этих аппаратов. Человек не может дышать. Если есть аппараты искусственной вентиляции, значит, трудно представить, что человек может умереть только от того, что он заболел пневмонией, и он легочник, и тем более ковидный. Ну и очень важный показатель. Поступило в больницу и выписан. Опять приведу пример мэра Москвы Сергея Собянина. Он вчера констатировал впервые в Москве, выписавшихся было больше, чем поступило. Это хороший сигнал. Главное вот это удержать. Тогда и на ВДНХ, и на спортивных объектах, то, что они создают резервные места, они не понадобятся. Главное, чтобы хватило в больнице этих коек, чтобы не перегрузить систему здравоохранения, чтобы она не рухнула. Это самое главное. Поэтому вы не волнуйтесь. Если мы и дальше, как сегодня, как вчера, позавчера и в самом начале, будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про этот коронавирус. Если все так сложится. Поэтому берегите себя, берегите своих родных, близких. Беларусь помнит. Одно из самых масштабных мероприятий этой праздничной недели прошло сегодня в крипте храма памятника в честь всех святых в Минске. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест, где проходили кровопролитные бои. Где людей держали за колючей проволокой, где пытали и убивали мирных жителей. На этих местах сегодня мемориалы и обелиски. Капсулы наполняли в течение года, чтобы накануне юбилея Великой Победы собрать их в храме, настоящем памятнике всем тем, кто ценой собственной жизни завоевал для нас мир. Для каждого беларуса память о той войне свята. Капсулы с землей со всех мест боевой славы Беларуси доставили на территорию храма памятника на вертолете. Военнослужащим роты почетного караула передали семь хрустальных сосудов. По одному от каждой области и Минска. По сути, это финал международной акции во славу общей победы. На протяжении года горсти, земли, из военных кладбищ, захоронений, братских могил и обелисков, мест расстрелов военнопленных и мирных жителей собирали волонтеры нашей молодежной организации. Например, Георгий Невда из Светлогорска. У нас довольно было интересно это все собрано. Почему? Потому что все наши митинги по сбору, они были посвящены годовщинам освобождения территории нашей из Светлогорского района. Всего нами была собрана земля из 40 братских захоронений. Сегодня порой мы слышим, что молодежь нынче не та. Мол, в век информационных технологий не понять всего того, чем жили, за что боролись и погибали наши предки. Но это точно не про нас. В каждой белорусской семье есть своя глубоко личная трагедия той войны. И эти истории передаются из поколения в поколение. Вот главный принцип жизни. Когда человек знает историю своего прадедушки, прабабушки, ему, конечно же, значительно легче воспринимать и понимать, что происходило, к примеру, в той деревне, которую он посещал, когда происходил забор земли. Он приблизительно представляет, о чем учат речь, что это за солдаты. Для них это не просто история из учебника, а это то, с чем столкнулись их родные. И я думаю, что именно через личную историю мы сможем передать историю победы, сохранить память о победе, память о тех событиях еще на долгое-долгое время. В этот важный день, в знаковом месте, в преддверии юбилея Великой Победы, конечно, и глава государства. Александр Лукашенко вместе с участниками акции заложил капсулы с землей в Большом зале Крипты. Чуть ранее сюда доставили сосуды из городов-героев России и Украины, а также многих европейских стран и Прибалтики, из тех мест воинской славы, где сражались и погибали белорусы. Тем самым наша страна расширила границы великого события. Значимость Великой Победы сегодня вообще трудно переоценить. Столицы России, Санкт-Петербург, с Украиной. И мы сотрудничаем также с другими посольскими представительствами в нашей стране, в частности Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, которые так же, как и мы, стараются отдать честь и уважение тем, кто вместе в ходе великих сражений, все эти народы добились этой Великой Победы. Мы, как единая семья, тоже радуемся, что мы вместе. И пусть процветают наши народы. Я полагаю, что многим странам, не только в Содружестве и в мире, можно брать пример этой страны, с Белоруссией, как она преодолевает трудности и как она относится к истории и памяти о Великой Победе. Отныне в крипте храма хранятся горские земли со всех памятных мест Белоруссии, связанных с Великой Отечественной. А это 150 военных кладбищ, более 4300 братских могил, сотни мемориальных комплексов и захоронений, в которых покоятся 900 тысяч военнослужащих. Среди погибших много неизвестных солдат, но благодаря в том числе этой акции каждый год на безумянных могилах появляются инициалы. Сохранить память наших героев, разыскать имена погибших и не дать переписать историю. А еще важно окружить заботой тех, кто собственными глазами видел все ужасы той войны и дожил до наших дней. Ветеранам что важно? Не важно им какие-то ценные подарки, деньги или еще что-то. Не важно общение. Потому что, когда мы приходим с молодежью, у нас был случай, когда мы просидели 4 часа у ветерана. Потому что, на самом деле, очень тяжело вместить в 4 часа, условно, в 4 часа тот путь, который он прожил, те боевые действия, которые он прошел. И это очень, на самом деле, очень важно. Вот эти вот все слова, которые он говорит, пропустить через себя и понять, что на самом деле такое было. Это не миф какой-то, это не что-то там когда-то было. А это на самом деле было. И 75 лет – это не так уж и давно. Волонтеры молодого поколения с уважением относятся к ветеранам, посещают их на дому, помогают, поддерживают и делают то, чтобы радовались их души вот этому праздничному дню. И не только праздничному дню, а постоянно поддерживают их по жизни. Настоятель прихода всех святых, протеерей Федор Повный поблагодарил президента за личную поддержку акции «Во славу общей победы». Более 10 зарубежных стран присоединились к этому проекту. И он теперь не имеет тех границ, которые существуют на карте. Прозревая в будущее, вы уже тогда понимали значимость этой акции, которая вновь сплотила белорусов идеей памяти защитников Отечества в войне за правду. Вы сегодня держали священные для каждого белоруса сосуды, принимая, дерзну сказать, благословения победителей и получая невидимую поддержку наших героических предков, которые видят вас, как достойного преемника, готового защищать до последнего ценности родного народа и его свободу. Пусть Божия Матерь простирает свой амафор над землей Белой Руси. Спасибо вам. Об уроках военной истории президент говорил не единожды. Без памяти о прошлом нет настоящего и будущего. Для Беларуси это свято. Не случайно, выйдя из крипты, глава государства заговорил о домашней атмосфере. «У нас такой добрый, теплый день, семейное, можно сказать, торжество. Хорошо, что без всякой помпезности они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили, ну и хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью вспоминали этих наших героев. Мы иначе не можем. Оценки дадим потом». Героев же нынешних в военной форме мы будем наблюдать 9 мая во время торжественного парада. Дмитрий Анисовец, Екатерина Желянина, Андрей Иваненко, СТВ.